Крымский татар Проект Аня Харамла в столице Чехии, Праге Население Праги составляет более 1 млн 200 тыс. человек. Столица Чехии – один из красивейших городов Европы, который пощадило и мрачное средневековье и разрушительный 20 век. Здесь все дышит историей – здания, улицы, мосты. Численность крымских татар в Праге определить сложно. Большинство из них – трудовые мигранты, приехавшие сюда на заработки, чтобы затем вернуться домой. Однако есть и те, кто по разным причинам решил остаться здесь жить. Сервер Абкеримов – известный музыкант, педагог и композитор. Сцены Финляндии, Германии, Австрии, Чехии, Испании, Италии, Турции, Мальты были покорены виртуозной игрой этого исполнителя. Сцены Финляндии, Германии, Австрии, Чехии, Италии, Турции, Мальты в Москве, где он учился, работал в филармонии и преподавал. На пороге пражского дома нас встречает хозяин вместе с сыновьями. Близнецы Артур и Эльдар закончили в этом году первый класс. Прага стала домом для музыканта, но ничто не заменит родины, говорит он. Будучи за сотни километров от Крыма, Сервер Абкеримов не забывает о своих корнях и о том, сын какого он народа. Первый мой язык это был крымско-татарский. Я, конечно, еще будучи совсем маленьким, я уже знал, кто я. Меня мучил вопрос, почему я крымский татарин, живу в Узбекистане. Эти вопросы я задавал очень часто своим родственникам. Ну, в общем, так получилось, что я как-то вот... Крым всегда был в моей душе и сердце, все время мысли были. Но так получилось, что я все время как-то находился на расстоянии от него. Но я ни на минуту, ни на секунду, близкие люди не дадут мне соврать. Я никогда не забываю о том, кто я. Где бы ни жил Сервер Абкеримов, чем бы ни занимался, главным делом его жизни всегда остается музыка. Впервые он взял в руки аккордеон, когда ему было 11. И, собственно, не было такой цели, что из меня сделать музыканта, вундеркинда. Просто у родителей была одна цель, чтобы я был чем-то занят. Мы ездили в гости к одним нашим родственникам, и там мой троюродный брат, как мне тогда казалось. Ну и, наверное, так и было. Что-то так залихватски, очень красиво играл на аккордеоне. Ну, как и любому подростку, мальчику, конечно, мне казалось, что я сейчас сяду и сыграю. Вот. Но весь мой аппетит к инструменту и к музыке пропал с того момента, как я взял аккордеон, и у меня ничего не получилось. Более того, я страшно не хотел заниматься музыкой, можно сказать, из-под палки. Но так как я был сыном своих родителей, старался как-то их не огорчать. Даже наступая через свое самолюбие, я старался сделать так, как они хотели. В его семье, которая тогда жила в узбекском городе Черчик, куда была выслана из Крыма в далеком 44-м году, не было музыкантов. Впрочем, если бы не депортация, кто знает, возможно, его отец, Месут Абкеримов мог бы стать исполнителем или даже композитором. Но, тем не менее, у него любовь к музыке проявлялась буквально во всем. Он, даже работая на заводе, участвовал в самодеятельности. Собственно, и мама познакомилась благодаря тому, что услышала, как он поет на каком-то из вечеров заводских. Вот это... Они таким образом как-то узнали друг о друге, познакомились. Не имея слуха вообще, не зная никаких нот, он какие-то свои любимые мелодии, ну, понятно, что как мог, но тем не менее подбирал. То есть, если бы... Я, например, не мог так. Скоро сервер Абкеримов представит публике новую пьесу «Памяти отца». А сейчас это лишь короткий эксклюзив для зрителей нашего проекта. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Абкеримов 20 лет был солистом филармонии Москонцерт. В этом году музыкант решил освободить себя от всех обязательств и стать полностью независимым и свободным музыкантом. После последних событий в Крыму вам предлагали организовать там концерт. Но вы отказались. Почему? Больше всего меня в этой ситуации тревожило то, что крымские татары находятся в ужасающем положении. Если даже слово трагическое, наверное, трагичное, это, оно, может быть, даже не выражает всего того, что происходит. Потому что для меня в первую очередь очень важно, что народ как нация может в ближайшее время просто исчезнуть. Но, конечно, произошло нечто ужасное по отношению к моему народу в первую очередь. Поэтому первым моим порывом был отказ именно по этой причине, что я не могу ехать играть, потому что сейчас моему народу не до веселья и не до музыки. О чем бы мы ни говорили с музыкантом, разговор вновь и вновь возвращается к Крыму. Теперь далекому для него самого и когда-то потерянному для всей его семьи. Самые яркие, но и самые болезненные воспоминания тоже Крым. Такой, как о нем рассказывала его покойная бабушка. Я привез, когда с Черного моря, помню, воду бабушки своей. Она жила в Черчаке. Ну, я там и родился, собственно. Вот, я когда к ней привез, конечно, я никогда не забуду ее глаза. Нет. Ну, в общем, самое, знаете как, там не было ни слез, ничего, но просто вот эти глаза, буквально за секунду, за какое-то мгновение в них вот можно было увидеть всю ее жизнь. Вот эти вагоны, скотовозы, вот как-то пронеслось это мгновенно. Крым – это вечная музыка, хранящаяся и звучащая в его сердце на весь мир. Поэтому совсем не важно, из какой части планеты он своим талантом и искусством прославляет народ, к которому принадлежит. Педагог, исполнитель, композитор и знаменитый аккордеонист. Это все о нем – Сервери Абкеримове. Родившийся в Узбекистане, познавший первый свой успех в Москве, нынешний житель столицы Чехии и Праги. Он всегда и везде был и остается крымским татарином. В его виртуозных пальцах, перебегающих с клавиши на клавишу, стремительная волна Черного моря. В чистом звуке его инструмента – хрустальный перезвон родников Четердага и Карадага. Полетные лоди в крыльях чайки, летящие в крымском синем небе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова